Парни, всем привет! Сегодня будет коротенький видосик по поводу станков, когда вы их покупаете, о чем вы думаете, да? Вот, сразу хочу сказать спасибо вам, ребят, за донат. Кто хочет помочь каналу, скидывайтесь, все будет в описании, ссылочки. Снимал здесь недавно видос, как делать из фотки, добился хорошего результата. Сегодня провел тест, и премьера будет 4-го числа. На видео должно быть, в принципе, понятно, что можно делать, в принципе, допустимое качество, тем более, делать можно фотки на поворотках. Вот, поэтому это гуд. Ладно, ближе к делу, по поводу станков. Сразу скажу, что такая ситуация, что часто мне задают вопрос, когда станок покупают, какой брать, какой не брать, или уже купил станок, говорит, какая-то херня, не получается, гравировка, говорит, ну не идет она, вот твои параметры, вот такой же станок точно, такой же не заходит. Вот, и здесь я понял ваши ошибки основные, ну, кто покупает станочки, да? Вот, допустим, сейчас человек один из Украины, ему предложили купить станок, да, в его теме заходит компактная версия, когда вот этот блок, он установлен именно под рабочим столом. Когда здесь все компактно выполнено, упаковано, так что скантерна голова не двигается на штативе вверх-вниз, да, я согласен, это удобно. В том случае, если вы делаете тупо колечки, либо тупо делаете жетончики, когда вы делаете что-то универсальное, вам надо работать также универсально. Второй момент, когда вы берете компактную версию, у вас находится блок под низом, то есть под низом, под столом, под вашим. О чем вы думаете, хрен его знает, потому что гравировка тех же самых камней, ножей, клише, вот пыль сыпется сюда вниз, да, там есть пластина защитная, согласен. Но в то же время, почистить потом здесь будет невозможно, ни пылесос, ни каком-нибудь говном, забивается все вот между здесь болтовой системой, то есть, хрен, был у меня такой станок, у меня просто сейчас идет продажа с ноги, и вот действительно мусор тут тяжело выбить. Даже в данной ситуации, здесь вы даже не увидите, у меня там пыли до хрена, надо уже чистить, хотя прошло после последней чистки 2 месяца, и за 2 месяца действительно он очень сильно забился. Второй момент, по поводу штативности, сегодня я делал вот эту кружку, вот, делал, себя здесь, по своим малым, так вот, прикол в том, что с учетом поворотного устройства, то есть, вот этого поворотного устройства, с учетом то, что на рабочем столе, здесь зафиксирована кружка, у меня штатив был поднят с линзой 200 на 200, практически под максималку, то есть, ну, там 5 сантиметров оставалось, в портативных версиях вы этого сделать не сможете, потому что вы не сможете поднять сканатор на голову. Второй момент, с линзами, вы покупаете с линзой 110 на 110, у вас штатив идет урезанная конверсия, только для линзы 110 на 110, линзы другого не поставите. Красивые там, станкетки, какие-то компании, типа ZTE-шки, или что-то в этом роде, то же самое, короткие штативы, нихрена не сделаешь. Второй момент, автофокус, парни, я вообще балдею, когда вам просто впадло покрутить эту ручку самостоятельно, то есть, себе настроить, фактически выставить там тот же самый дефокус, то есть, вот я показываю, есть, да, параметры настроек, то есть, есть маркеры, которые предлагает завод-изготовитель, выставляет, допустим, линза вот эта, у нас идет там 300 на 300, 110 на 110, это параметры уже по своей заготовке я здесь сделал. Так, у меня банальный вопрос к вам возникает, вам настолько впадло покрутить ручку, вы покупаете с каким-то автофокусом, переплачете за это деньги, и потом, когда у вас, получается, идет уже с поворотным устройством, здесь у вас какой-то механизм есть, и здесь у вас наступит лапочка, которую вам надо под нее подставить свое изделие, и только тогда она вам отсчитает ваш размер заготовки и выставит. Да, я согласен, есть на станках вот здесь вот кнопочки, которые там регулируют ваш автофокус, там где-то сбоку у нас, где-то все сделано, ну, вряд, ну вы настолько себе зададаете геморрой, а потом говорите, как мне это все дело поставить, я говорю, сделать в дефокусе, я не могу, потому что у меня фокус, автофокус идет, то есть вы банально потом жалуетесь, что у вас там полосы, там волосы и все остальное хрень, и при этом вы не можете выставить там тот же самый себе фокус, либо сделать в дефокусе, на недорогих станках. Кто писал мне по поводу того, что черный цвет, контрастный, все остальное, купи себе мопу, ребят, ну давайте будем так исходить из логики, после коронавируса у кого-то денег мало, у кого-то денег много, кто-то не может себе приобрести, кто-то хочет вылезти вообще из жопы, из кабалы, работая на дяде, поэтому здесь говорится речь о покупке недорогих станков, и я продаю именно недорогие станки, и цену я не накручиваю там заоблачную, как допустим перекупы, там по 100 тысяч накидывают, да, сейчас меня будут все ненавидеть перекупы, но это правда, вот, единственное, сразу говорю, что я никаких гарантийных обязательств на них не даю. Ладно, ближе к делу, то есть автофокус я исключаю автоматически у себя, потому что я переплачиваю за моторчик здесь, я переплачиваю за датчик там, и в итоге я не могу нормально работать так, как мне надо, то есть это коробка автомат, либо коробка механика, вот выбирайте сами, кто ездил на механике, тот понимает, что автомат это говно, но по сути это та же самая механика выручает по грязи, по гололеду, по многим-многим другим вещам, то есть по горным поездкам, здесь сейчас я не буду спорить, что лучше, что хорошо, там, либо что актуальнее, здесь в принципе кто-то что любит, но в данной ситуации я для себя принял решение, что я лучше руками покручу, я настрою так, как мне это выгодно, так мне это удобно. Теперь следующий момент, показываю, вот они линзы, у меня в наличии есть три линзы, это линза 110х110, линза с фокусом 430 по моему, у нее идет размер в рабочем поле 300х300, я ее ни разу еще не использовал, вообще ни разу, и есть линза с рабочим полем 200х200, так вот, кто покупает станки, он считает так, вот, покупай себе там 20-ти ваттный станок, либо 30-ти ваттный станок, и я же не лошара, я же умный человек, и сразу покупать себе линзу 300х300, вот такую вот линзу, в дальнейшем начинает потом говорить, что-то у меня не получается, что-то у меня не идет, есть такая штука, как фокус на расстоянии, я специально для вас начертил здесь на столе, у себя размер 200х200, и размер 300х300, ну, чуть-чуть меньше, чем сам рабочий стол, то есть примерно вот такой вот размер 300х300, и сейчас я вам покажу прикол, в чем разница, сейчас пока без штатива камеру зафиксирую, и покажу вам, в чем разница линз, и что вы должны учитывать, и почему вы не сможете потом в дальнейшем работать адекватно, кстати, снимаю видос на камеру Sony FDR-X3000, зацените, кстати, видео, понравится нам, не понравится, скажите сразу свое мнение, и второй момент, это взял камер только временно на тесты, вот, она стоит бушная, в районе 20-ки, ну, такая, которая более хорошая, рассматриваем вариант линзы 200х200, и работа с рабочим полем ее, у этой линзы можно работать, ну, разбег по фокусу, допустим, где-то в пределах, ну, в пределах 5-ти миллиметров, можно, в принципе, работать, так вот, я вам показываю, вот, я сейчас зафиксировал, что там камера, шлепнул, что ли, понятно, вот, смотрите, выставил фокусное расстояние, именно этой линзы, и вот, рабочее поле, я надеюсь, вам видно, сейчас, чтобы там было, видно, видно, то есть, вот, фокусное расстояние линзы, перепад идет до 4-х миллиметров, допустимый, показываю, поворачиваю в угол, ее максимальный угол, так вот, здесь, именно в этом углу, в максимальном, чтобы примерно понимали, уже перепад идет 10 миллиметров, то есть, фактически, линза 200 на 200, нормально не будет вам гравировать по углам, то есть, либо будет вас в центре, нормально будет гравировка, то есть, ну, как вот, по вашим параметрам, по краям у вас будет какая-нибудь там, ну, давайте, по-русски, скажем, залупень будет полнейшая, потому что, ну, не тот уже компот будет, то есть, если вы даже опустите линзу, там, на 4 миллиметра вниз, значит, у вас центр будет не доходить до кондиции, как положено, будет, грубо говоря, работать в дефокусе, 1,4 части, то есть, от центра, будет вас гравировать в фокусе, и опять край у вас будет работать в дефокусе, и вот этот вот момент с линзой 200 на 200, я использую только для того, чтобы с перепадами работать, допустим, на ложках, на каких-то там полукруглых изделиях, там, кружки, там, и всякая-всякая остальная дребедник, то есть, бывают такие заказы, к примеру, да, вот, ну, какой-то там макет, пример я рассказываю, вот на этой кружке надо сделать этот макет гравернуть в плоскости, не вращая без поворотного устройства, то есть, с учетом того, что ее окружность, диаметр, в принципе, линза здесь 200 на 200 можно вытянуть, опять же, сделать среднее положение, то есть, ну, не верхней части, не в зените, сделать где-нибудь фокус в этой части, то есть, получается, дефокус у нас будет в этой части и в верхней части, и таким способом мы вытянем. Поэтому, когда вы покупаете линзу 300 на 300, я вообще понять не могу, о чем вы думаете, потому что, если сейчас я подниму эту голову максимально вверх на фокусной расстоянии 300 на 300 и замерим какую-нибудь там веревочку, например, да, то вы просто охренеете, насколько там будет перепад. Я знаю, что линза на 300, ну, приблизительно, допустимо, где-то там 12 мм перепад, это, ну, более-менее нормально рабочая, я даже для вас это просто сделаю, подниму башку максимально вверх, ну, не максимально, а именно вот ее фокусное расстояние линза 300 на 300, линзу ставить не буду, тесты проводить эти глупые тоже не будут, потому что это такая затея, ну, дурацкая, честно скажу. Ну, беру просто провод от наушников. Сейчас не буду вам по пуплетку искать все остальное. Банально знаем, что у нас центр, край рабочего стола. Так вот, смотрите, зафиксировал наушник и отводим его в край рабочего стола. Здесь минимум 2 см, фактически у вас допустимо, ну, где-то ориентировочно, миллиметров 12, там, по крайней мере, 2 см. И кто-то сейчас скажет, линза так рассчитана на все такое, на все остальное. Парни, у кого есть линза 300 на 300, банально, ну, китайская, я, конечно, говорю сразу, китайская, именно китайский станок. Возьмите лист нержавейки, поставьте себе макет, какой-нибудь там кубик, центр по диагоналям и по краям перпендикулярно центру. И просто, даже где-нибудь там, или параллельно, как кубики раскидать, и просто сделайте тест гравировки именно на чисто черный цвет. И что у вас в результате получится. Поэтому, когда покупаете линзы, либо когда покупаете станок, и вы о чем-то думаете, думайте, пожалуйста, не о том, что вы одной линзой убьете сразу официально, вы убьете свой, то есть, начало своего бизнеса. Поэтому я лично рекомендую, ребят, всегда берите самую маленькую линзу с маленьким фокусом, то есть, это с рабочим полем 110 на 110. Чтобы понимали, вот она, ну, это, опять же, китайская линза, самая обычная, OPEX называется. Вот такой вот вариант. Вы сможете делать, в принципе, мелкодетальные вещи на кольцах, какие-то мелкие там детали, допустим, на жетонах, на все стороны хрени. С этой линзой я также делаю мелкие детали на тех же самых жетонах. Сейчас покажу пример, чтобы не говорили, то есть, что линза 200 на 200, она там не вытягивает. Ну, да, с жетон. Вот банально жетон. У меня есть такой тестовый здесь якорек. Вот этот якорь размером, по-моему, 20 на 23 мм. Он очень детальный, под линзой его, в принципе, разгадываешь, там все это видно. То есть, это, опять же, прислось, что линза 200 на 200. Если линза была бы здесь стояла 110 на 110, детальность была бы еще больше, и еще можно было сделать его меньше размера. То есть, где-то до 12 на миллиметров размером сам якорек. И самая маленькая деталь, когда была бы, допустим, ориентировочно, где-то 0,3-0,4 мм. Вот эта линза является фокусным расстоянием 300 на 300. Вот ее параметры здесь. 420 мм фокусное расстояние у нее идет. Фирма ТЭТ Хэллоуинс. Вот. Ну, опять же, 300 на 300 у меня лежит, балдеет в стороночке уже долго-долго время. То есть, я, в принципе, не пользуюсь, мысла в этом нет. Поэтому, ребят, когда покупаете станок, подумайте 55 раз, какой станок вы будете брать. Еще раз, пожалуйста, берут люди вот кабин, ну, называется как-то система кабин, или как-то так. Когда большая рабочая такая мандула со столешней, со всей хренью, там стоит штатив, на ней этот самый у вас стоит ваш сканатор, установлен на штативе. И плюсом предлагается там установить внутрь компьютер, всякую хрень-то позасовывать за дополнительную плату. Это удобно в том случае, если у вас большой цех, и вы хотите отдельно поставить красиво вашу там установку и на ней работать. Если у вас не цех, а у вас идет какая-то маленькая мастерская, то нахер вам эта мандула здоровая. Там есть выдвижный шкафчик, допустим, под клавиатуру. Да, блядь, неудобно им работать, он у тебя руки режет постоянно. То есть, ты так, слишком, как динозавр этот, рэкс, блядь, с крутимся рычужками, и там должен так возгибать, потому что у тебя реально руки давят. Мышка сверху, клавиатура снизу. Ну, честно, я скажу, некомфортно. Поэтому здесь для себя выделяйтесь лично, что именно вам подходит. Ребят, кто скидывает донат, отмечайте, что я вас тоже отмечал на видео. Вот, поэтому, что касаемо, опять же, сбора денег, я говорю, лично, это не для меня, у меня все в порядке с деньгами. Это идет чисто для канала, чтобы я мотивировался, плюс покупал какие-то вещи, типа, вот сейчас камеру я снимаю, Sony FDR. Ну, в принципе, мне сейчас удобно было, потому что я не искал ни фокусного раса, ни ничего остального. По видосам, ну, пока планирую один раз в день, утром закидывать какую-нибудь интересную тематику. Вот, трачу на это время довольно-таки много, то есть, вот сейчас я с вами трачу 20 минут, плюс там обработать, закинуть и выложить еще минут 20, то есть, это час времени, свою лично трачу. Поэтому, кто будет донатить, обязательно, ребят, спасибо вам большое заранее. Донаты сейчас пока будут собираться только лично камеру, камеру если купим, будет вообще здорово. Будем снимать такие вот видосы. И планирую снимать видосы от первого лица. Все, ребят, всем спасибо большое за внимание, всем пока-пока. Продолжение следует...